Всем привет, с вами Андрей из GalileoSky. В прошлом видео мы определили основные правила работы с каншиной, обязательно посмотрите их. В этом ролике мы рассмотрим, как читать данные из CAN. При любом чтении данных из CAN всегда используется одинаковая последовательность размещения блоков, которую можно наблюдать в их порядке расположения в действиях. Сначала используется инициализация CAN. Первым параметром нужно выбрать на какой скорости будет производиться работа с шиной. В большинстве случаев это 250 или 500 килобит в секунду, но бывают исключения. Вторая часть блока регулирует разрешено ли нам отправлять данные в шину или мы исключаем эту возможность. Далее добавляем CAN-фильтры в алгоритм. Фильтры нужны для отсеивания ненужных сообщений из CAN-шины и для работы только с нужными идентификаторами. Для каждого идентификатора используется свой блок фильтра. В первом поле указываем нужный нам идентификатор. Как я уже говорил, в Vizilogic работа ведется только с десятичными значениями, но в данном случае для удобства работы с алгоритмом мы рекомендуем ввести переменные с названием в виде 16-речных значений ID и записать в них соответствующие десятичные числа. Продолжение следует... Поле маска определяет насколько точно мы следуем указанному ID при фильтрации, то есть нужно ли нам полное совпадение с идентификатором или частичное. В этом случае используется битовая маска, в которой биты, равные 1, являются обязательными к совпадению. Соответственно, если в 29-битном идентификаторе нам нужно обязательное совпадение только центральной части, то есть 2 и 3 байтов, мы можем просто указать маску 00FFFF00. При этом не забываем, что в алгоритме используются только десятичные значения, то есть присваиваемой этой переменной маске значение 16776960. Последним параметром устанавливается длина идентификаторов 11-битные или 29-битные. Их использование зависит от того, в каком виде данные передаются в шине. 11-битные идентификаторы состоят из трех символов в 16-ричном виде, 29-битные из 8 символов. После того, как мы настроили фильтры под все требуемые идентификаторы, можно включать прием CAN сообщений. Для этого используем следующий блок для приема сообщений из CAN VisiLogic. Он используется для того, чтобы записать данные из текущего сообщения в переменной. Блок выглядит как условие, так как в момент его исполнения сообщение из CAN может не быть в буфере, просто создаем для ложной ветки задержку на очень малую длину, например, 5 миллисекунд, и возвращаемся в блок. В самом блоке прописываем произвольные переменные, в которые производим запись идентификатора принимаемого сообщения, его содержимого. Так как стандартное CAN сообщение состоит из 8 байт, а мы используем 4-байтовые переменные, содержимое делится пополам. И мы записываем первые 4 байта в одну переменную, а следующие в другую. И, наконец, фиксируем длину сообщения в последней переменной. После того, как данные из CAN зафиксированы, нужно сразу обработать их. Создаем по одной ветке для каждого требуемого ID сообщения, начиная каждую ветку условием. Обратите внимание, для простоты чтения алгоритма мы сравниваем значение переменной ID не с десятичным значением идентификатора, а с шестнадцатиричным. В данном случае это просто переменные, в которые нам обязательно нужно присвоить десятичные значения через вкладку глобальных переменных. В самих ветках обработки ID добавляем последний нужный нам блок – разбор CAN сообщения. И в нем выделяем, в какие пользовательские переменные записать определенные части сообщения. Обратите внимание, что в блоке по умолчанию чтение осуществляется в формате little ending, т.е. если значение занимает больше одного байта, данные читаться будут начиная с младшего. Если для того или иного значения требуется развернуть чтение, нужно поставить галку в поле big engine. В созданные нами переменные записываем конечные данные по нужным нам параметрам работы автомобиля. В такой конструкции мы настроили чтение нужных нам параметров из CAN-шины и записали их в пользовательские переменные внутри алгоритма. В следующем уроке покажу, как записать их в конкурсе. Кант-теги для отправки на сервер.